Всем привет! Вы на канале Олега Соскина и обсудим следующую тему. Это в Украине разворачивается следующая серия Вагнергейта, расследования Беллингкейта о том, что была операция, ну текстовая пока часть опубликована, что это была серьезная операция, проходившая очень успешно, и на последнем этапе вдруг ее решили перенести, сместить ее срок реализации финального на 4 дня, поскольку была достигнута якобы договоренность о всеобъемлющем мирном перемирии, и чтобы не испортить эту договоренность, вот решили, что этих террористов не надо так сразу брать, а надо это все дело по их поимке отложить, потому что может сорваться это перемирие, ну это такой какой-то детский, конечно, сад, детский лепет, такие глупости говорить. То есть террористы есть? Есть. Они убийцы? Убийцы. Они осуществляли действия против суверенной Украины и украинских граждан? Да, осуществляли. Их подобрали среди многих, да? Их, так сказать, идентифицировали? Да. Да. Верифицировали? Да. Так в чем проблема? Тогда давайте. То есть кто дал приказ? Ермак дал приказ? Значит, на каком основании? Он не мог дать. А в офисе говорит, он не мог дать. Тогда если не он дал, ну правильно, он не мог дать. Если не он дал, то кто? А если пришел какой-то приказ, тогда надо выяснить, почему те, которые якобы его получили, стали его реализовывать. Приказ был письменный или устный? От кого он поступил? Он поступил по видеосвязи, по телефону или его кто-то устно передавал? То есть очень много вопросов. Если, ну, как бы фигурирует фамилия Зеленского, то есть Зеленский знал про эту спецоперацию, ему сказали, Ермак тоже знал. Ну вот, поэтому кто-то должен отвечать. Надо назвать, ну, хотя бы стрелочников. Если Ермак, значит, да, он должен уйти в отставку. Если это не Ермак, тогда кто возьмет на себя ответственность? Там были ж люди, правильно, которые реализовывали эту операцию, которые решили, вот якобы, как им сказали, сместить ее в финальную фазу на 4 дня. Пусть тогда скажут, как это происходило, кто это делает. Так как невозможно теперь до конца установить, кто дал приказ расстрелять мирных протестантов во время революции гидности. 113 человек убили, а кого-то как бы реально ответил кто-то за это массовое убийство. Что-то я так и не понял. Поэтому в данном случае где-то такая похожая ситуация. Или кто дал приказ сдать Крымский полуостров? То есть, кто дал приказ, чтобы не уничтожить, не уничтожать эту группу террористов, которые захватили вот этот Крымский облсовет, собственно. То есть, опять концы в воду там. Типа Турчинов был там, Яценюк, видимо, ж был там, Тимошенко была там. Так кто дал приказ? Кто сказал именно так действовать? Ну, так надо, чтобы кто-то же отвечал. Иначе из этой ситуации мы никогда не выйдем. Отдаются какие-то приказы, потом они кем-то реализуются, потом оказывается, что это все было неправильно сделано. Я понимаю так, как я понимаю, что сложилась ситуация, которая в финале несла очень много рисков. Но Зеленский очень осторожный же человек, и его люди, которые ему советуют. То есть, ситуация такая, хорошо, если этот самолет летел в Стамбул, да, а хотели его типа посадить в Украине, но если на борту отпетые головорезы, которые бы поняли, что их садят в Киеве, они бы что сделали? Ну, они и без оружия бы захватили этот самолет, правильно? Так можно себе представить. Если бы их брали в Стамбуле, то тогда надо было с Эрдеганом договариваться. Но он вряд ли бы на это согласился. Оно ему надо. Он с Путиным в друзьях очень близких ходит. Потом говорили, что якобы в Венгрию он летит. То есть, много всего, какой-то домыслы непонятно. Надо, в конце концов, реально или Зеленский, или комиссия эта следственная, но ее не может возглавлять представитель слух народа. Там вообще их не должно, честно говоря, быть. Это должна быть комиссия из членов депутатов, которые не входят в правящую коалицию в Верховном Совете. У нас парламентская президентская республика. Это должно быть расследовано. Так лучше всем. Если это не расследуете, тогда так и скажите. В условиях войны мы переходим к условиям, ограничиваем демократию, и переходим в начальную фазу военной диктатуры. Поэтому Зеленский – это тот, кто готов воевать с Путиным. Ермак будет ему в этом помогать. Поэтому мы им доверяем. И они будут двигаться дальше. А то, что вышло с этим вагнеровцами, это же неудачная, не до конца продуманная операция. Или надо, если демократическая страна, открытая, свободная, тогда должен кто-то принимать на себя ответственность. И рассказать, как это все происходило. Надо рассказать. Но, если вы понимали, что вам их надо привезти, тогда надо было выбрать страну, где садить самолет, там, где они бы не всполошились. На мой взгляд, это могла быть и Словакия, или Болгария. То есть, или Братислава, например, или София. Но нужен был страна-гарант. Страной-гарантом могли быть только две страны. Это те, которые подписали Будапештский договор о защите Украины. Это США и Великобритания. Вот две страны, которые должны были выступить гарантами, что, если, или в Софии, или в Братиславе садится этот самолет с этими террористами, то там соответствующая команда действует, они их задерживают. Это же не так просто этих людей было нейтрализовать. И, соответственно, потом выдают Украину. Или международный трибунал делается по ним. Или так, или это. Ну, такой вариант. Но тогда надо было договариваться с США или с Великобританией. Или с теми и с теми вместе. Была ли какая-то другая договоренность? Участвовали ли? Мы так из этого расследования пока и не поняли. Но говорят, что было. Говорят, что не было. Ну, все равно же откроется. Нет ничего. Спрятать же ничего, все равно невозможно. Но все равно откроется. Ну, еще был один вариант. Это играть на обострение. Это реально. И Зеленский должен, он же с Лукашенко говорил. Он же сам про это говорил. Что вот там какие-то террористы и так далее. То есть, ну, теперь выглядит это как-то недоречно. Потому что он знал про спецоперацию. И звонил Лукашенко. И сам сказал, что он его предупредил. Тогда надо было высылать туда генпрокуратуру. И СБУ. И, соответственно, представитель от Кабмина. Хотя бы первого вице-премьера. И договариваться с Лукашенко, чтобы он выдал этих террористов. Показывать их список преступлений. Вот. Можно было так действовать. Ну, такие варианты были. Больше никаких не было. А то, что сделали, ну, это же, я говорю, это чистый детский сад. Это как в песочнице что-то там наваяли этими пасками. Наваяли. А потом вот это все маленькие дети в коротких штанишках. Такое. Так все это испоганили. Но теперь как бы придется отвечать. Отвечать все равно придется. Потому что были истрачены народные деньги на эту операцию. Люди. Это много денег было потрачено. Это был нанесен серьезный удар имиджу Украины. Нашим позициям. Нашему геополитическому статусу. То есть надо назвать виновных. Надо назвать виновных. Потому что иначе быть не может. Кто-то должен понести наказание за вот такое. Чтобы другим было неповадно это делать. Такие вещи. Если вы что-то думаете и делаете, то вы должны продумывать все до конца. Каждую клеточку таких спецопераций. Но ситуация будет. То есть она ударит по любому. По рейтингу Зеленского. И по слугам народа. Это однозначно произойдет. Потому что тут видно очень такие дилетантские, неквалифицированные, можно сказать, глупые действия, которые были сделаны властью. Зеленским, Ермаковому кем. Но они должны сказать кем. В принципе, и Зеленский мог это перевести. Но тоже же вопрос. Это как бы ему не подчинены были. И СБУ там и так далее. Но в принципе этим мог бы заниматься. И кабинет министров должен был бы, премьер заниматься этим. То есть ситуация оказалась, фактически вышла с под контроля. Конечно же, надо было солидарно работать с нашими союзниками, гарантами США и Великобритании. Этого не было сделано. Поэтому, ребята, расхлебывайте. Расхлебывайте это все. И в принципе, вывод Зеленскому может быть только один. Это нельзя, чтобы его секретарь при всех, как говорится, его статусах, возможностях руководил президентом. Президент должен руководить страной сам, а не через каких-то людей. Если он хочет там придать Ермаку официальный статус, ну, значит, назначь его премьер-министром. Пусть он берет политическую ответственность на себя полностью тогда. То есть, но по сути, офис президента – это антиконституционная структура с такими полномочиями. У него ни закона нет, ни ответственности нет. Я даже не знаю, это госслужащий. Наверное, даже не госслужащий. Поэтому, естественно, что это абсолютно неправомерно. И не может секретарь президента заниматься решениями и влиять на государственные вопросы. То есть, обрети должность соответствующую. Вот, например, премьер-министром назначить тогда Ермака. А премьер-министром, если Зеленский ему так доверяет и готов, так сказать, дать ему этот статус. Ну и все. Тогда вперед. Но при этом же делайте дело по Вагнергейту. Потому что, естественно, что на этом никто не остановится. И оно будет все раскручиваться и будет дальше. И это серьезная тема. И тогда расскажите. То есть, ну, важно то, кто... То есть, была команда, была группа людей, которые реализовывали операцию. Один из них там или еще кто-то в этом расследовании заявляет, что они получили приказ о переносе финальной фазы. Хорошо. То есть, надо сказать, кто. От кого они получили, в каком виде приказ был получен. Устно, письменно, по видео или как. И кто дал этот приказ. И почему они его решили выполнять. Потому что в Конституции написано, что никто не обязан выполнять злочинный наказ. Там четкая статья есть. В данном случае перенос операции якобы на 4 дня – это был злочинный наказ. Поэтому тут как бы достаточно все просто, логично. И не надо наводить тень на плетень. Вот сейчас оно как бы будет проявляться. И какие-то вещи мы услышим и увидим, как это все будет развиваться. Но процесс идет дальше. Он не останавливается. И ситуация в целом в Украине, она как бы ухудшается. Градус ее тоже растет. И заявление, что... То, что Арестович сказал, что Россия в принятии... Ну, не только он... О том, что Россия готовится к нападению Украины. Я говорил, конечно, готовится. Но чтобы успешно напасть, им надо иметь мятеж в середине страны. То есть вот этот троянский крокодил, эти агенты КГБ, ГРУ там и других спецслужб московских, они должны поднять мятеж. Для этого им надо... Они будут действовать, собственно, так, как всегда действовали большевики. Прежде всего, когда УНР уничтожали, они будут стараться создать какие-то комитеты. Вот мы сейчас видим, во Львове там появился человечек такой, который типа вот хочет создать комитеты. Что это вот так? Ну, какие комитеты? Что это за комитеты? Они что? На что они нацелены, эти комитеты? Злочинно влада. А вы какая влада? Не злочинно, вы инша влада. То есть, фактически, это новые типа Моторолы, Гиви. Ну, это отребья, которые уничтожили Луганск, Донецк. Оно нам известно. Не надо далеко ходить там. И вот эти, которые сидят там, пасечники всякие, пушилины и так далее. И как это в Крыму происходило. Это все по той же схеме. Вот сейчас во Львове, то есть, начать создать такой конфликт между националистами-патриотами, чтобы они среагировали вот этими людьми какими-то там. Кто это такой? Что это за человек? Типа выступает против одного, потом появляется другое. То есть, ну, в данном случае будет действовать пятая колонна. Конечно, я считаю, что, конечно же, надо разбираться. И с Медведчуком. Но самая активная часть, которая имеет огромные деньги, это, конечно, корпоративная группа. Это Ахметова, Новинского. Это банки Ахметова, Новинского. Вот теперь поднялись цены на металл. Вот митрополит Заря ПЦУ написал, что какие огромные поступления Новинский сейчас получает. Что-то он бросает сейчас на поддержку вот этой московской, так называемой, церкви ануфривской. То есть, это все фактически подготовка внутреннего мятежа. В интересах кого? Ну, естественно, Кремля. Кого ж еще? У Путина, калибистов. Ну, будет тогда кровопролитие, резня будет, гражданские конфликты, потом гражданская война. Это все уже было. Это все было. Потом они проведут какие-то комитеты, создадут комитеты, проведут соответствующие параллельные свои эти сборы. Объявят себя, создадут правительство свое. Все как было. Все как в Харькове была объявлена новая столица. Там же появился Муравьев. Потом это параллельно как бы все проходило. Потом кровавая резня в Харькове, в Полтаве, в Киеве. Вот. Это все-все-все. Все по той же схеме. Ничего нового. Ничего. Все отработанные лежат лекала, кальки. Только надо новых исполнителей находить, да и все. Ну, всегда такие найдутся. Всегда найдутся. Те, которые хотят деньги, те, которые хотят власть. Ну, что, и мало Гиви, и Моторол всяких. И навалом. Только, как говорится, свистни, сбегутся со всех этих подвалов, повылазят представители этого дна. Поэтому, конечно же, надо действовать тут достаточно решительно. Но, тем более, как бы мы видим, что вот этот телеканал Ахметов, он становится сборищем, по сути, именно тех, которые выступают против Украины. И этот Шустер, и это Влащенко, там и этот Яценюк, там и Мураев, и другие появляются. То есть, это недопустимо. Это просто недопустимо. А Ваков вдруг. Значит, тогда давайте создавайте вторую часть. Позиция Кличка, конечно, то, что он сейчас фактически начал опять выступление против власти. Понятно, что надо разделить в Киеве власть между местным головой и администрацией. Главой администрации должен быть другой человек. Он должен контролировать власть, потому что не может быть человека, Кличко, который возглавляет и исполнительную власть, и законодательную власть глава Киевсовета, и администрацию. Это и контрольные, и законодательные исполнительные функции. Ну, то, конечно, там будут воровать миллиардами, миллиардами, миллиардами и миллиардами. Это три человека должно быть. Три человека разных должны быть. Если он исполнительная власть, то главой Киевсовета должна быть другая фигура. Потому что иначе коррупция, мафия формируется, взятки формируются, бандитизм формируется. Это реально, ни один человек не должен совмещать столько постов. Это реальная аксиома любой системы управления. Нельзя в одном человеке объединять все функции управления, контроля, законодательной власти и исполнительной власти. Он обязательно будет воровать. Он будет обязательно расставлять своих людей, чтобы получать бандитскую ретту. Это аксиматично. Это не подлежит никаким сомнениям. Поэтому ясно, что Кличка надо принимать изменения в закон. Надо ограничивать. Надо его разделить. Он фактически так как трехглавое существо, которое сегодня всем ведает в городе Киев. И нельзя сказать, что это все успешно. Поднятие цен до 20 гривен на общественный транспорт. Это вообще безумие. Это полное безумие. Кто выгодополучатель? Вы же определитесь, кто выгодополучатель. Там Хамутыника называют, который вообще никогда не тонет. Я помню, он еще как при Януковиче появился. Так все и живет, и развивается, и растет. И, как говорится, все ему на пользу. Все ему на пользу. Поэтому тогда он близкий был с сыном Януковича Хамутыник. Но рассказал бы, как он с этим сыном старшим, что он делал с младшим. Как они там, деньги, кто его папа. Как он близок был к Януковичу. С чем они занимались там, ювелирными изделиями, золотом, бриллиантами или нет, или как. Ну, так рассказал бы, чтобы народ же знал, как это все в конце концов устроено. Внутренности Хамутыника. Надо же знать, что штука. Я здесь Кличко порассказал бы, что там с рыбкой стало на улице Франка. Чего он приезжал, вот этот товарищ из Голландии. Как его убили, кто его убил, за что его убили. Почему его убили. Получали деньги, не получали деньги. Были торпедами, не были у него торпедами. То есть, какие-то вещи надо рассказывать, чтобы народ знал истоки. Если он не знает истоки, как он может знать. Не дают плохое дерево хорошие плоды. Нет такого, нет. Не бывает такого. Не растет виноград на терновнике и смоквы на репейниках. Но не растут. В Евангелии читайте, там все написано. Поэтому по плодам узнаете их. По плодам. Надо узнавать эти плоды. Медведчука плоды, мы видим, сколько этого всего. Видим плоды этого Кахметова, Новинского плоды. Но так, в конце концов, это нам на користь, чи це нам ведет до нашей беды. Чи це приводит до втраты нашей национальной гидности, незалежности, пограбувания, знищения, геноциду. Надо определяться с этим. А как иначе? А как иначе? Иначе нельзя. Особенно, я думаю, надо разбираться с яценником. Обязательно. Просто контрольная палата, прокуратура, СБУ. Надо открывать полностью дело во время, когда он был премьером. Вот надо открыть проект «Стена» обязательно. Бюджет. Как был использован бюджет на эту стену? Когда он только стал премьером, когда эти деньги были забиты. Надо открыть их. Надо роль Авакова в этом понять. Есть же это все. Это все есть. Потому что Яценюк, он говорит, что он честный, открытый. Но надо Сбербанком заниматься, где его, там, вот такой тоже, говорят, товарищи. Или как возглавлял. То есть, были ли злоупотребления? Какие? Какая была схема Яценюка с той же Натальей Рейсько? Были ли как-то, был ли как-то он связан с Медведчуком? Как он с Кучмой связан, Яценюк? Отмывались ли деньги? В каких объемах? То есть, это все надо выяснять. Если это не делать, так мы никогда не сдвинемся с точки. Потом Яценюк хочет быть честным и так далее, порядочным. Нет проблем. Так давайте сделаем открытое все исследование, доследжение его деяльности. Если честно, если, как говорится, не воровал, тогда нет проблем никаких. И все, не надо там никаких, так сказать, ходить и всем бить в орудь себя, что честно. Вот давайте откроем все. Использование бюджета, использование денег, ВДП, реструктуризация долга через вот этот Темплтон фонд. Кто его владеет этими ВДП, долговыми украинскими обязательствами? Владеет ли через какие-то фирмы, семья, там, Яценюка или через подставных? Кто там бенефициары, если владеет? То есть, в чем проблема? Проблем вообще никакой нет. И все станет на свои места. Связан ли Яценюк с Ахметовым? Является ли он у Ахметова выгодополучателем? Является ли Ахметом офицером КГБ или групп? Проходил ли он практики? Какие? В каких лагерях вместе с Новинским готовился? То есть, что за проблема? В чем вопрос? Убивал ли Ахметов в жень ущербования? И причастен ли к смерти Ахатя Брагина? Были потом убиты там десятки людей, трупы, которые были найдены. Причастен ли к этому Ахметов? Не причастен к этому Ахметов? Что за проблема, ребят? Никаких вопросов. Руту надо исследовать. Он кто такой? А такими он вещами занимается? Как бы все достаточно прозрачно. На сегодняшний день это все легко, что выясняется. Поэтому, наверное, для того, чтобы человек находился в нормальном статусе, надо его немножко опустить на землю. А опустить на землю, это тоже... Зачем ему этот телеканал? Он ему не нужен. Зачем ему банки? Они ему не нужны. Или Новинскому. Зачем ему гоки? Это народное богатство. Почему он только 3 доллара платит? Или сколько за тонну руды? Как это с нашей руды? Такая низкая плата рентная. Это очень низкая рентная, так сказать, горная рента. Вообще копеечная. На каком основании? Кто он такой, чтобы такие прибыли получать? То есть это простые вопросы. Это совершенно... Это вопросы жизненной важности для Украины сегодня, потому что иначе тогда взращивается вот этот троянский крокодил, который работает в интересах Кремля. Вот о чем речь идет. А почему они должны служить Кремлю? Путин же вокруг себя не имеет тех, которые служат Украиной. Почему в Украине должны быть те, которые служат Путину? Это тоже несправедливо. Это неправильно. Это абсолютно неправильно. Ну, посмотрим, будем видеть, как это все будет развиваться. И, естественно, что очень важно, вот говоря от этой ситуации, сказать о том, что очень трудная ситуация с Саакашвили. Я еще раз говорю, что вы же спасайте его. Ну, девочка какая-то, которая типа сказала, что она его там уже стала близким человеком для него. Ставьте вопрос. Создайте комиссию специально в Верховном Совете. В конце концов, в кабинет министр, начинайте что-то шмигать, действуйте. Слуги народа, Арахами. Ну, что за проблема? Обращайтесь въезд. Там есть Иванишвили, есть это министр, есть президент. Значит, надо вводить против них санкции у Иванишвили. Он там 153 место в мире занимает по богатству. Там типа почти 5 миллиардов долларов. Это половина Ахметова, да, 4,8. Там у него и металлы, и банки, и аптеки, и что хочешь, в России есть. Вот такой прямо Иванишвили, такой богатый, такой удачливый, такой все. Но Саакашвили же этого всего не имеет, кстати. Тут еще вообще страшные же диагнозы. Это то, что прочитать эти диагнозы, так это вообще как человек еще, ну, слава богу, еще живой. Это в любой момент он просто может уйти в мир иной. И просто надо бить в набат, спасать его. И это тоже будет, то есть, Путин его ненавидит. Зеленский должен понимать, что фактически, вот на примере Саакашвили он должен видеть, да и Порошенко. Что вот так он, Путин сделает и с Порошенко, и с этим Зеленским то же самое. Саакашвили, это для Путина, это как бы, это ритуальная жертва. Он его хочет принести в жертву. Он хочет всем показать, как он будет уничтожать своих врагов чужими руками. Это надо понимать. Ну, что ж тут, ну, кстати, вот появилась информация, что якобы Путин заболел вот этим новым видом этого, модификации типа этой вируса, там, ковида или чего там. Ну, вот увидим, будет он, не будет сейчас, будет, должны у него встречи быть, будет присутствовать, не будет, или на самоизоляции, или с болезнью, или это в какой, если, не дай Бог, как говорится, нельзя жилать человеку, это произошло, так в какой форме протекает и так далее. То есть, все, это все пока, если в самом деле это произошло, это показывает всю бренность этого процесса власти, этого всех, как говорится, денег, этого попытки владычества стать тираном. Все абсолютно, все, все абсолютно, как это можно выразиться, скоротечно и пусто. Пусто, просто, жизнь человеческая все равно находится в руках Господа Бога, поэтому не стоит стремиться быть Богом, это однозначно. Ну, и вот увидим, оно ж как бы все будет проявляться, и трудно быть ледоколом, трудно быть ледоколом, это ж всегда трудно. Да и не надо им быть, зачем быть ледоколом? Им дал Бог все, что дал, ну и есть, радуйтесь, а зачем еще? Надо уйти с Украины, надо Крым отдать, надо уйти с Луганска, Донецкого, Анклава, надо просто, все эти проблемы у них начались, когда они загарбывали часть Украины. Так они более-менее жили себе, все, начали делать неправильные вещи, вот и получается. Ну, может я ошибаюсь, посмотрим, как говорится, недолго этому всему длится. Процессы очень быстро сейчас развиваются, очень динамично, так что, как бы, вся ситуация закручена, и вот она дополнилась теперь вот этим текстовым материалом по Вагнергейту. Естественно, дополняется, тут тебе и Саакашвили, тут тебе и внутренние столкновения, тут тебе уже народ подключается, и у Кличка проблемы начинаются. С другой стороны, Кличко, вроде как с Порошенко, тоже хочет сделать действия какие-то против Зеленского. То есть, как говорится, все это скручивается в какие-то такие очень жесткие модели противоборства. Ну, естественно, такого давления на Ахметова вообще никогда, да, я не помню, чтобы было. Всегда у него были такие огромные преференции при Кучме, при Порошенко, при Ющенко немножко хуже было. При Януковиче так вообще в шоколаде он был, вот весь донбасский баранат. Ну, вот, теперь ситуация изменяется, резко меняется, но будем смотреть, как это все будет развиваться. Все доброго, вы были на канале Анна Легасоскина, ну и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok